Я думаю, что я в ситуации, где я очень счастлив, как сказать, я каждый день работаю, но где-то это обе, и я, как сказать, для меня это очень полезно и интересно. Конечно, вам нужно иметь какие-то картины, искусства или репродукции, которые изображают, чем вы занимаетесь, как сказать, и просто это, как сказать, не секрет, я только что издал книгу про преображенского полка во время Первой мировой войны, и я думаю, что у меня был дедушка, который очень долго занимался с этим архивом, и я думаю, что даже когда я был совсем маленький, он мне показывал эти фотографии, и в то время я даже не понимал, что он мне показывал, я даже не могу вспомнить, о чем речь, когда он мне показал эти фотографии, и я думаю, что, как сказать, эти память, эти старые картины, как что-то у меня открылось, и до сих пор есть у меня, есть, как сказать, у себя, и даже в офисе какие-то, как сказать, старые военные фотографии, как сказать, на стене. Я не говорю, мне помогает хорошо работать, но есть атмосфера, которая для меня просто приятна. Всегда был интерес для русского искусства. Я начал с этим заниматься в квисте 25 лет тому назад в русском отделе, и 25 лет тому назад был уже этот интерес, но в то время он не был, он не был то же самое. Не было русских покупателей, даже вы не говорили по-русски в этом отделе. Теперь почти каждый день мы говорим по-русски. И, короче говоря, первый настоящий интерес для русского искусства начался 10 лет тому назад, немножко больше, чем 10 лет тому назад, и очень странно после перестройки был какой-то бум для русского искусства. Но очень странно, покупатели не были русские. Это были, как сказать, иностранцы, которые где-то думали, что они что-то пропустили и должны познакомиться с русским искусством. Настоящий интерес для русского искусства, может быть, началось, может быть, 6-5 лет тому назад, где, в конце концов, русские покупатели, русские коллекционеры начали приезжать в Лондоне или в Нью-Йорке и участвовать на акционе. Вот. А почему так поздно? Я думаю, что просто это был медленный процесс. Я не уверен, что все его понимали аккуратно в России. И, ну, медленно люди начали понять, чем мы занимаемся, что мы имеем в каталоге, и люди просто начали приезжать к нам. Вы знаете, мы имеем, например, в Лондоне два раза в год каталог. Это значит, что вы имеете 6 месяцев, чтобы его готовить. Вначале, как сказать, вы, как сказать, закрываете глаза, и вы говорите, я хотел бы иметь немножко серебра, немножко фарфора, несколько картин, и, может быть, несколько... Вы никогда не знаете заранее. Вы знаете, это не кран, который вы открываете, и искусство, русское искусство текает. Нужно найти эти работы. Есть случаи, где просто вы очень счастливы, нашли какую-то коллекцию. Или есть случаи, где просто очень трудно найти эти предметы. Нужно сказать, правда, теперь труднее и труднее. Но, как сказать, если вы были в этом рынке очень долго, вы вспоминайте, где вещи находятся. И просто люди или заходят к вам, или просто очень аккуратно вы стараетесь узнать, что с этой коллекцией, что с этим предметом и так далее. И вы медленно готовите этот каталог. Самый интересный случай, когда мы нашли под Парижем эту прекрасную коллекцию, эти были работы Сомова. Просто семья этого человека просто очень хорошо знал художник, и художник им оставил просто огромное количество работ. А просто люди не знали, или семья не знала, как он редкий на рынке. Я зашел к ним, и мне показывали несколько работ, и сказали, сколько это стоит. Я им сказал, это 100-150, это 50-60, и это 20-30. И они мне сказали, вы с ума сошли, вы не серьезный человек. Я сказал, что это слишком много? Нет, это не стоит вот такие деньги. Я сказал, не беспокойтесь, увидите. И одна работа, которую я оценил, около 200, продали за 600. Есть вот такие случаи. Есть замечательный где-то парадокс, который вы почти встречаете каждый день, как-то вы путешествуете для Крюсиста и ищете предметы. Вы никогда не знаете, что вы будете видеть, и вы часто должны объяснить, что люди имеют. Или у вас есть люди, которые считают, что они имеют прекрасные работы, и они не такие прекрасные, и вы очень много времени теряете объяснить одному человеку, что он имеет прекрасную редкую работу. Это не вы, которые решаете, что люди должны покупать. Это, как сказать, народ, который участвует на акционе. Конечно, вы можете что-то чувствовать, но в конце концов вы никогда не знаете заранее, почему будет огромный интерес для такого художника или совсем новый интерес для какого-то предмета или для какого-то художника. Это народ, коллекционеры решают. У вас, например, я стараюсь быстро вам дать несколько примеров. Несколько лет тому назад никто не собирал Серебрякова. Теперь все хотят Серебрякова. Военная тематика 10-15 лет тому назад никто это не собирал. Я говорю в наших каталогах в Лондоне. Теперь есть большой интерес. Вы никогда не знаете, как строится этот интерес. Вы можете старайтесь это понять, узнать заранее, но это очень трудно. У вас до сих пор есть какие-то художники, которые прекрасные, которые не имеют, как сказать, которые, в кавычки, плохо продаются на акцию. Например, у вас есть такой художник прекрасный, который я считаю очень важный для русского искусства, Сергей Чихонин, который занимался с миниатурами, рисунками, фарфором. Или вы не можете его найти на… Даже когда вы его имеете на акционе, когда вы стараетесь сравнить его работу с другими, видно, что, как сказать, интерес не та же самая. А почему люди его не собирают, я не знаю. У меня было одно случай, где я нашел интересную работу, и был такой русский художник Якунчикова, который очень-очень трудно найти. И несколько лет тому назад я нашел маленькую коллекцию. И я считал, что просто это замечательно, это никогда не было на рынке. И я старался объяснить через сцены, что это редкий художник. Люди это плохо поняли. И есть самая интересная работа, которая не была продана. Но через год все искали эту работу. И когда я им сказал, а почему вы не купили на акционе год тому назад? Они просто мне сказали, мы не поняли. Вот есть вот такие суть. Вы можете, значит, что даже если вы чувствуете, что вещь интересна, это не вы, которые решаете, что она должна, как сказать, она важна для рынка. Это не вы, которые будете ее продавать. Это нужно думать о людях, которые будут ее покупать. Я не сказал бы, что музеи активны. Я не сказал бы, что русские музеи активны. Они имеют интерес, они смотрят, как рынок двигается. Но они редко покупают. Как сказать, самые важные покупатели – это коллекционеры. А как они все решают, я думаю, что нельзя забыть, что, как сказать, можно вот так его назвать, международный русский рынок совсем новый. В конце концов, 10 лет тому назад его пред... он не был такой большой. Теперь и люди вначале, может быть, покупали какой-то через картину, какой-то русский дух. Они хотели, я не знаю, «Казак», «Тройку», «Снег», «Избу». Теперь люди хотят просто очень специфические художники, очень специфические периоды. Я стараюсь очень быстро вам объяснить. Например, Константин Сомов. Они, люди хотят русский период или иммигрантский период, если это первый вариант, второй вариант картины и так далее. Это люди, которые очень быстро поняли, как нужно разбираться в рынке. Это несколько лет тому назад в русском рынке не было. Просто люди покупали. Теперь у вас есть очень интересный настоящий разговор между человеком, который готовил каталог и человеком, который покупает. Я просто обожаю копать в книгах, в архивах, как сказать, это просто найти, понять, что вещь где-то была потеряна и ее, как сказать, вернуть на, как сказать, намерить, просто объяснить, почему она пропала, у кого она была и так далее, найти, на какой выставке эта работа была. Это, я думаю, что я ее называю эту детективную, это чистая детективная работа. Вот. Это я, я это обожаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok